Всем привет! В этом видео разберем, что такое выделение, полигруппы, упущение у меня по видео, нету этой темы, думаю пригодится, надо снять. Ну поехали! Давайте рассмотрим сначала выделение, как оно у нас происходит. Происходит оно двумя способами. Зажимаем Ctrl и вот так вот тянем левой кнопкой мыши, выделяем наш объект. Есть еще способ, это рисование. Вот так вот зажимаем опять же Ctrl, опять же рисуем и вот что у нас получается. Как теперь инвертировать вот это вот выделение? Можно инвертировать. Первое это на свободном месте кликнуть вот такую рамку сделать и отпустить. Вот мы ее сняли выделение. Теперь наносим выделение точно так же на модель. И теперь просто жмем Ctrl и вот у нас переключение идет. Давайте теперь рассмотрим, что такое скрытие объекта. Скрытие объекта происходит у нас зажав Ctrl и Shift и появляется вот такая зеленая рамка. Вот мы ее вот так вот выделяем и можем работать с этой частью объекта, чтобы это нам не мешало. Как теперь инвертировать это выделение? Жмем Ctrl и Shift и один раз на свободном поле. Щелкаем и вот так вот можно переключать между нашим объектом, объединять его. Так, это мы разобрали. Давайте теперь разберем, что такое поле группы и как с ними работать и для чего они нужны. Вот такая сетка у нашего джентльмена. Сейчас мы ее посмотрим. Вот такая сетка. Чтобы работать, допустим, нам нужна голова и чтобы не мешались там плечи просто работать. Что мы делаем? Мы выделяем, маскируем вот эту часть. Вот она у нас выделилась со всех сторон. Давайте я чуть поменьше сделаю. Теперь мы жмем Ctrl W. И вот у нас назначилась полигруппа. Вот так она выглядит. Также можно выделять вот так вот. И жмем Ctrl W. Смотрим нашу полигруппу. Вот она поменялась. Как теперь переключаться между полигруппами? Жмем Ctrl Shift и жмем на этой полигруппе раз. Вот она выделилась. Мы можем с ней работать. Как переключиться на другую полигруппу? Жмем опять же Ctrl Shift и левая кнопка мыши на эту полигруппу. И вот так мы можем переключаться между разными полигруппами. Работать то с той, то с той частью. Мы можем отключать их. Вот. Потом можем вот так вот приближать. И просто работать уже с этой моделью. Когда нам не мешает ни голова, ни ноги. Ничто нас не отвлекает от работы. Как еще можно переключаться между полигруппами? Есть еще один способ. Это MOV. Вот эта клавиша. И вот так вот она переключается между полигруппами. Туда-сюда вводите. Вот раз вы ее выделили. И можете уже работать с той или иной частью. Вот у нас идет вот такое вот маскирование. Включим граф. Вот у нас появилась наша модель. И можем, что хотим, то с ней и делать. Вот так ее можем перекрывать. Вот. Такое у нас дело получается. Как вернуть нашу полигруппу. Сначала control снимаем маску. И потом control shift жмем на свободном месте. Минус в том, что если вы часто начинаете переключаться вот так между полигруппами, начинает зебраш подгонять. И вот такая штука получается. Не очень приятная. Так что не перебарщивайте с этим делом. Если вы выделили полигруппу, с ней поработали, то потом возвращайте назад все. Снимайте все эти выделения, маски. Вот такая прикольная штука получается. Снимайте.